Вы смотрите отзыв об отеле Маркан Вич, этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Анны Киев, который был в нем в 2017 году. Отель расположен в поселке Али Денис на центральной улице в двух минутах ходьбы от набережной пляжа Бельджогис. Расположение отеля можно считать очень удачным, если вас не смущает шум баров и дискотек до часу ночи. Рядом с отелем расположены бары-магазины, кафе и аптеки. Но музыка реально орет с 9 вечера и до часа ночи и на территории отеля и из окружающих паров. Также и днем вы не поспите, потому что днем играет музыка на территории отеля. Первую ночь мы провели без сна, а потом привыкли, уставали и не замечали шума. Отель маленький, состоит из шести маленьких корпусов, здания ресепшн и здания столовой, рестораном я это называть не буду. Все это расположено вокруг небольшого бассейна. Территория красиво озеленена. Ресепшн, столовая. Четыре корпуса из шести, старые и два новые. Есть много неудачных номеров. Расскажу подробнее. Корпусы ABCD старые. Самый плохой из них корпуса, потому что расположен рядом со столовой, то есть. Может быть слышен шум кухни, а не трехэтажная, на каждом этаже по четыре номера. Первый этаж полуподвальный. То есть балкона как такового нет, он расположен прямо на земле, причем его уровень ниже уровня бассейна. Правда кому-то это нравилось, потому что был выход прямо к бассейну через балконную дверь. Корпус Е расположен не возле бассейна, а прямо за корпусом D, дальше всего от столовой и бара с музыкой. И его номера, наверное, самые тихие в отеле. Их всего четыре. И балконов у них нет, зато возле двери есть столик и кресло. Номеров идет вдоль шумной улицы. Первый этаж полуподвальный, два номера вообще отвратно расположены, под лестницей и дверью прямо на бар. Второй этаж имеет один общий балкон и вход в номер с него. Номера имеют разное оснащение. В старых номерах оно видавшее виды, телевизор допотопный, душ, который постоянно тег на пол. В новых все выглядит гораздо презентабельнее. Зимой в отеле будет ремонт, но не знаю, насколько преобразятся старые номера. Кондиционеры в номерах индивидуальные. Территорию регулярно убирают и моют. Ресепшн очень адекватный, реагирует на просьбы и проблемы, охотно переселяет людей, если есть свободные номера. В номере есть шкаф, плечиков и полок достаточно, тумбочки, стол, телевизор, кондиционер, душевая кабина, холодильник. Сейфа нет. Сейф платный на ресепшн. Мы не брали, цену не знаю. В душевой были гель для душа, шампунь, мыло и ватные палочки. Все в индивидуальных упаковках. Постельное белье белое, чистое, нерванное, полотенце тоже. Убирали хорошо, полотенце меняли каждый день, постель раз в три дня. По приезду в холодильнике два пол-литровые бутылочки с водой. Больше воду не ставят и нигде в бутылках не дают. Можно набирать из аппарата в столовой или баре. Мы покупали воду в маркете. Вай-фай. В отеле он свободный и бесплатный. Во многих соседних отелях он за деньги. Хорошо ловят на ресепшн. В номере у нас был, но скорость была не ахти. Скайп не запускался и фотографии уходили очень медленно. Отель работает по концепции, все включено. Завтрак. Каши горячего молока нет. Есть выбор хлопьев. Большой выбор сыра. Овощи, помидоры под сыром, сосиски, колбаса, яйца, дыни, мед, варенье, маслины, оливки, курага, изюм, компоты фруктовые. Жарят яичницу и омлет, с чем закажешь, а также очень вкусные блины. Булочки пекут только одного вида. Есть чай и на выбор. Кофе из автомата, но и автомат с соками и водой. Обед. Один суп, картофель фли, рис, овощи на гриле, салаты, сыр, выбор горячих блюд, десерты, арбуз, дыни, яблоки и апельсины. Наливают чай, кофе, соки из автомата, газировку и пиво, вино съедобное и что-то есть из крепкого, но думаю не очень вкусное. С 13 до 17 возле столовой на улице пекут в печи очень вкусную пиццу, с чем скажешь. Но очень вкусную. А также делают бургеры и картошку фри. С 15 до 16 дают мороженое трех видов. Белое, клубничное и какао. Также в полдник на баре есть печеньки. С 19 часов 30 минут до 21 часа 30 минут ужин. Два супа, скудный выбор гарнира. Всегда фри и рис, иногда отварная спаржа или цветная капуста. Макароны были один раз и то сразу с каким-то соусом. Большой выбор овощей гриль, а также грибы на гриле. Бывает вкусная мясная нарезка, сыр. Горячего стоит 4 лотка. В них всегда разное мясо, например курица, баранина, рыба и телятина. Баранина каждый день. Но не циеликовая, а в соусах или с овощами и грибами, но очень вкусно. Два раза были куриные крылышки на гриле, два раза давали форель, раз стейки семги на гриле, раз индейки на гриле, раз скумбрию. Мы были на 9 ужинах. Десертов выбор небольшой, но пахлава есть часто. Один раз были эклеры. Из фруктов арбуз и дыни весь ужин, виноград, яблоки и апельсины первый час. Напитки как в обед. Персонал очень шустрый. Убирают и готовят быстро. Что поразило неприятно. Нет кондиционера в столовой, только окна и вентиляторы. Есть две летние площадки. Мы были в конце августа, было нормально, в середине лета может быть очень жарко. Также воздражало наличие мух и ОС. Особенно им нравилась куриная колбаса. И еще странность. Персонал постоянно ел и пил. Ни алкоголь, ни покидая рабочего места. Никогда в жизни такого не видела нигде. Даже не знала как реагировать. Причем заметила это не только в отеле, но и в кафешках. Вот повар, который жарил на завтрак омлеты и блины, прямо там стоял с полной тарелкой и в перерывах ел. Но на столе перед ним стояла тарелка с едой. И вот я стою, жду, пока поджарится мой омлет. А он стоит ждет, пока тот поджарится и, мило глядя на меня, ест. Официанты на стойке с посудой пили чай. В кафе официанты на кассовом столе пили чай или колу. На территории также есть бар, но я в нем не была. Также есть аниматор. И по вечерам проводится какая-то программа. Но мы тоже там ни разу не были. Для себя решила, что отель можно и повторить при соответствующей цене. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.